Книга «Открытым оком», седьмой том. Вопрос 1865, тема «Жития». Какие редкие сведения можно узнать из житий? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дмитрий Ростовский и другие собиратели и сочинители житий многое брали из известного им, чего сегодня даже трудно найти в словарях. Вот некоторые сведения оттуда. Иеремия 15,19. Все лица, которые во время гонений за веру открыто исповедали себя христианами и претерпели мучения, но остались в живых. Они пользовались особым уважением среди христиан. Так им было предоставлено право воссоединения с церковью падших и отрекшихся. Симон Зилот. Память 10 мая. Но так как для гостей не достала вина, то Господь притворил воду в вино. Будучи поражен таким чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа. Как Бога истинного и оставив брачное торжество, и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом. Поэтому он и был прозван Зилотом или Ревнителем. Епифаний. Память. 12 мая. Диаконисса. Церковная служительница из вдов или пожилых девиц в древнец христианской церкви. Служение Диаконис выражалось прежде всего в некоторых церковных обязанностях по отношению к женщинам. Таковы, например, приготовление женщин к окрещению, обучение должным ответом на вопросы крещающегося. В помощи епископа при совершении над ними этого таинства. Помазание частей тела за исключением чела. Научение надлежащему поведению по крещению. Наблюдение за благочинным стоянием их в церкви. И присутствование на беседах с ними епископов, пресвитеров и диаконов. Затем на попечении Диаконис находились бедные и больные. Нуждающиеся в благотворительности и уходе. Пелагия Дева. Память 4 мая. Мамона. Наименование сирского божества, покровителя богатства. В переносном смысле под мамоною подразумевалось вообще богатство. Благо земные. Наум Пророк. Память 1 декабря. Иегова. По-славянски сущий. Одно из имен божьих. Оно означает самобытность, вечность и неизменяемость существа божия. И постоянно употребляется в священном писании об одном истинном боге. Книга Пророка Ионы 2.2. Епифаний. Память 12 мая. Однако кроткий монах не мог долго быть руководителем дерзких разбойников. Непрестанные наставления и обуздывания ангела во плоти через три месяца стали совершенно невыносимыми для демонов в человеческом образе. Если при встрече с чудотворцем иноком они упрашивали его ходить с ними, то теперь, напротив, умоляли святого удалиться от них на прежнее место. Отведя его туда, они устроили ему хижину. Память обновления или освящения Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, созданного Константином Великим в 335 году на Голгофе, празднуется Церковью 13 сентября. Этот праздник в Иерусалиме совершался и до ныне совершается с особой торжественностью и привлекает в Иерусалим множество поклонников. Крестовоздвижение. Ольга, память 11 июля. Она прожила в супружестве 42 года, а во время вступления в супружество она была девицею совершенного возраста и силы. Ей было около 20 лет. На 10-й год по смерти мужа она сподобилась святого крещения. По крещении же пожила богоугодно 15 лет. Таким образом, всех лет ее жизни было около 9-10. Сын ее Святослав, как сообщает об этом летописец, был убит по истечении немногих лет в битве князем Печенежским к Куре. Куря отек голову Святослава и из черепа сделал себе чашу, оковав ее золотом и написав следующее. Ищущий чужого губит свое. Во время пира с вельможами своими князь Печенежский пил из этой чаши. Спустя 20 лет по ее кончине внук ее Владимир принял святое крещение и просветил святою водою землю русскую. Иоанн Богослов, память 26 сентября. «Эскулап, сын Аполлона, сказочный врач, после смерти ставший, по мнению язычников, богом врачевства, изображался с посохом, обвитым змеей. Иоанн Богослов, память 6 мая. И отвечал Сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него. То есть в чужой коже человеку страдать можно, а в чужой коже удары не так чувствительны. Даже снятие этой кожи сносно. Неболезненно для него, и он может оставаться спокойным. А вот попробуй коснуться его собственного тела».